так всем добрый день продолжаем рассматривать принципы расчета теплого пола так ну и давайте посмотрим результаты непосредственно на рисунке здесь отображается нагрузки диаметр трубопровода который принят дальше шаг укладки здесь практически одинаковый потому что нагрузка везде одинаковая так ну и показывает настройка клапана который установлен непосредственно коллекторе то есть ну и смотрим чтобы не было меньше единицы но везде у нас порядке то есть либо максимально открыт либо закрыт минимум на четвертую единицу то есть дальнейшем можно то есть вот здесь показан какой насос нам необходим для того чтобы осуществить циркуляцию в системе отопления настройка клапана основного регулировочного то есть если что можно применять вот эти вот смесительные системы которые представлены то есть дальнейшем если не устраивать диаметра то есть их можно поменять и осуществлять методом приближения то есть тот вариант который вас устроит то есть ну и здесь преднадены все эти итоги то есть вплоть до материалов которые требуются здесь уже ничего нового нету достаточно посмотреть предыдущие видео то есть я думаю проблем по оформлению результатов не возникнет так ну и вот в чем заключается расчет принципы расчета напольного отопления ну еще раз повторяю что в дальнейшем я выложу видео уже конкретно покажу на примере то есть более подробно расскажу то есть как осуществлять раскладку трубопроводов проектировать ну и так далее а пока то есть вот чем заключается принципы расчета напольного отопления спасибо всем за внимание ну и до следующих серий видео по проектированию систем отопления на различных программных продуктах до свидания и успехов в расчетах